джинночка заболела что ли кашлят или чихает и насморк что ли у нее и не понял что у нас у ног сидеть джина сидеть ну правда в носу смотрите нос какой-то влажный и вроде бы посмотрите чихнула а где ты могла заболеть джина матча джинночка заболела наша что ли странно в озере не плавали где ты могла так простудиться насморк в общем и чихает коронавирус что ли у тебя джина не боли давай а а а а а а а и и Ну ничего, это у нас уже третий день питомниковой каши, он обычно проходит сам через неделю, ничего страшного. Самое главное у нас Тайсон не болеет, да Тайсон? У Тайсона у нас сильный иммунитет, а Джинка слабенькая, сейчас чуть-чуть поболеет и все. Иногда вот так вот у нее получается вырыгнуть. Да, Дзина? Дайка. Погода на улице дурацкая, дожди целый день. Промазал палкой. Молодец, Дзиночка. Апорт. Апорт. Ой, не поймал. Ой, упал один, апорт. Ай, молодец. Умничка. Умничка, умничка. И Тайсону сейчас дадим. Тайсон, пья мне. Сиди. Зайка. Крути мои, красавицы. Чабаки красавицы. Тайсон, зайка. Зайка, Джинка. Ай, молодец. Джинка с удовольствием играет. Настроение у нее хорошее. Аппетит тоже отличный. Так что, все это ерунда. Скажи, да, Джинка? Ничего страшного. Скажи, многие щенки в моем возрасте болеть, начинают вот этой фигней. Тайсон тоже я помню в твоем возрасте. У него насморк был. И вот насчет кашля не помню, но то, что насморк сильный был, это я помню. Я его еще с умомедом лечил. А это твой кашля, слава богу. Насморка особо нет. Кашля он пройдет через неделю. Ничего страшного. Даже париться не стоит. Главное, здоровая собака. Активная. И аппетит есть. Коду пьет и кушает. И играет игрушечки. Да, Джинка? Иногда только кашляет. В основном она вот нормальная. Иногда только начинает кашлять. Если вот это... Ну-ка, голос. Странно. Вот иногда, когда голос просишь, она тоже кашляла. Какая боевая девка. Посмотрите, какая девка боевая. Ух! Мощная такая. Голос. Красавица. На. Не боли. Ничего страшного. Ты пить боль, скажи. Я пить боль. Насрать на все эти вирусы. Хе-хе-хе-хе. Да, собака? Давай не будем мы рвать эту игрушечку. А то ты уже там пищалку сломала. Табик, он отдыхает, спит. Джинечка. Друзья, вот сегодня у нас четвертый день. Как Джинка кашляет. Встали вот утром. Сейчас утро. Пойдем гулять. Джина. Ко мне. Че она не кашляет, Джиночка? Че Джина не кашляет? Чихает. Вчера утром проснулась, спрыгнула с кровати, кашляла. Ну-ка, Джина, похрюкай, как ты сейчас только что хрюкала. Давай, хрюкай. Все уже? Отхрюкалась, да? Идти моя сладкая. Сейчас повязочку снимем. Она у тебя уже испачкалась. Пару дней Джинка уже ходит к повязке. Может быть уже встанет на место твою узко, Джиночка. Друзья, всем привет. В этом видео хочу рассказать. Рассказывать, что такое питомниковый кашель я не буду. Вы можете это забить в гугле. Забейте в гугле и узнаете, что такое питомниковый кашель, примерные симптомы. А в этом видео я хочу с вами поделиться, именно какие симптомы были у моей собаки. Вот этот наш пациент уже на сегодняшний день. Она, можно сказать, вылечилась, да, Джиночка? Голос? 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 Джина, голос? 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 Вот, молодец. Питомниковый кашель, ё-моё. Короче, симптомы постарался все заснять. Первый симптом я увидел в первый день, это небольшие капельки из носа выделения. Тоже не сопля, а какая-то вот водичка. И потом днём или даже утром, это же чуть попозже, как я заметил, вот эту водичку, она начала чихать. Ну так, вообще чуть-чуть почихивать, ни с того ни с сего. Несколько раз чихнула, и всё, я думал, а, что-то не так. Сразу записал видосик, в общем. В первый день она даже не кашляла. Всё, это я только заподозрил, что что-то с ней не так. На следующий день, на второй день, она спрыгнула с кровати, и именно в тот момент, когда она вдыхает в себя воздух, видимо, там у них, как у неё, какие-то там позывы, и хочется кашлять. Вот она спрыгнула с утра с кровати, и давая откашливаться. Я сразу понял, ну всё, заболела. Потом, в общем, посмотрел много видюшек в интернете, и я понял по всем симптомам, что это у нас за зараза такая, да, инфекция питомниковой кашли. Значит, третий день тоже сопровождался кашель, но опять же, кашель, он, знаете, вот во второй день он был вот с утра, и днём чуть-чуть она тоже, на прогулке чуть-чуть вот она откашливалась. На третий день тоже как бы не постоянно она кашляет, а вот иногда, можно сказать, вот по состоянию собаки не скажут, что она чем-то больна. Ни вялости нету, аппетит хороший, воду пьёт, бегает, активно всё играет, но вот иногда просто как будто бы подавилась вот чем-то, в горле что-то застряла, и она пытается отхаркать это, да, вот. Вот так. На четвёртый день хрюкать начала, как будто бы у неё в носу вот, ну, на, 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 хорошо, в носу, видимо, сопля, и вот так она, вот так вот. Но этот момент я заснять у меня не получилось, она это делала очень редко, и не всегда у меня получалось, так, Джина, стоять, не всегда получалось вовремя достать телефон. Вот, кашель я заснял, а вот, как она харкала, не получилось заснять. Ну, и почихивала, вот она, все вот эти вот 5-6 дней, она чихала периодически на прогулки, в общем, и такой вот небольшой насморк. Ну, насморк в основном с утра, когда она вот полежит, поспит, вот, выделение в носу, чуть-чуть вот такие вот капельки водички. Не сопли, не густые, не зеленые, а просто вот как водичка излишняя такая, очень, которой никогда раньше не было. Поэтому я обратил внимание. Вот. Как говорят, если лечить, эту заразу пройдет через 7 дней, если не лечить, пройдет через неделю. Вот так и получилось. Это я почему так говорю? Мне так сказал ветеринар, когда мы с Тайсоном, Тайсоном было тоже, когда 7 примерно месяцев, он тоже заболел, но там я не помню, был ли там кашель, был насморк у него. Вот. Нам так сказали. Если лечить, пройдет через 7 дней, если не лечить, через неделю. Вот так и получилось. И с Джинкой так же получилось. В общем, сегодня у нас 6 день, она практически, она сегодня вообще не кашляла, вот иногда чихала, и никакого уже насморка у нее нет. В общем, все нормально. Завтра будет 7 день, я думаю, завтра уже все симптомы там, у нее все пройдет. Что удивительно, Тайсон даже не заболел. По идее, это передается воздушно-капельным путем. Тайсон тоже должен был заболеть, потому что они играют одни игрушки, слюна туда-сюда, и ее, и его попадают к ним друг к другу. В общем, по идее, он тоже должен был заболеть, но не заболел. У Тайсона, видимо, стабильный, мощный уже иммунитет. Его у нас ничего не берет. Да, Тайсон? Он там лежит. Я его хотел сюда пригласить, но он отказался участвовать в съемках. Поэтому, друзья, я примерно рассказал, хотел рассказать, какие примерно симптомы, да, вот у собаки, чтобы вы не паниковали. И лучше ходите, идите к ветеринару. Я не ходил к ветеринару, я даже ничем ее не лечил. В общем, само все прошло через 6 дней. Вот. Что еще вам сказать? Так что, такая вот зараза в основном это у молодых собак, у которых еще иммунитет неокрепший, слабенький. Ну, Джиночка у нас пока что слабенькая собачка, поэтому она вот заразилась немножечко. Поболела, покашила, и все нормально. Я не сторонник сразу бежать к ветеринару, там, да, паниковать, таблетками собаку пичкать. Пускай сама лучше борется с этой инфекцией, иммунитет будет крепче, здоровье крепче, и лишними вот этими химическими медикаментами лучше я не буду пить. А вы сами смотрите, если переживаете, или у вашей собаки какие-нибудь другие симптомы, или она прям очень прям конкретно сильно кашляет, что прям задыхается, тогда вот идите, чтобы как-то к ветеринару сходить, и может он вам что-то пропишет, чтобы как-то хоть облегчить этот кашель. А так-то он сам проходит, просто у всех собак по-разному, у всех же организм разный, иммунитет у кого-то слабее, у кого-то сильнее. У нас вот такая джиночка красавица. Ладно, друзья, всем пока, всем здоровья, не болейте.